Продолжаем. Нам осталось верстать на так выше много, поэтому давайте закончим с версткой в этом уроке. Так, теперь нам нужно вставить картинку нашего курса. Вот эту картинку справа от данного дива с ID, как он у нас назывался, popup-content. Для этого создаем после данного дива popup-content новый див. Новый див с ID, к примеру, popup-cover. Обложка нашего курса. И сюда вставляем tag image.src. Папка images и файлы будут называться у нас. Давайте посмотрим. Сейчас я перенесу нашу папку images. Оригинальный файл, вот он. Так. Так, вот. Вернем его сюда тоже. Называется он у нас phpMySQLShop. Так, копируем название. Точка PNG. Не забываем атрибут alt. Это слэш мы убираем, поскольку у меня html5 документ. Он здесь не нужен. Так. И теперь посмотрим. Вот данная картинка у нас ставилась внизу данного блока. И мы видим, она также вылезла за размеры всего нашего popup. Для этого мы работаем со стилями. Переходим в CSS и пишем, что мы работаем с ID popup-cover и с его картинками. И пишем, что максимальный размер картинок в этом диве у нас будет. Давайте посмотрим, сколько. Просто вот возьмем и, к примеру, сделаем так вот. Даже знаете, что мы с вами сделаем? Давайте посмотрим, сколько у нас размера данного контента. У нас это, так вот, 457 пикселей. А у нас контейнер 726. Давайте отнимем от 726 457 и получим размеры как бы дива с ID popup-cover. Давайте откроем калькулятор. Наберем здесь 726 минус 457. И получим 269 пикселей. Пишем, что размеры дива по popup-cover 269 пикселей. Вот, это его размеры. И теперь пропишем для popup-контента свойство float-left, чтобы он прижался к левому краю данный див. И также данный див по popup-cover тоже float-left. То есть теперь у нас будет данный див, после него этот див с картинкой идет. И мы видим теперь у нас как, в принципе, как на дизайне. Картинка находится справа от этого блока. Теперь только работаем с размерами изображения. Тоже пропишем здесь размеры. Максимальная ширина 269 пикселей. Вот, отлично. Давайте сделаем padding-top для картинки для данного дива по popup-cover. Padding-top 40 пикселей, к примеру. Посмотрим на наш дизайн. В принципе, так у нас и есть. Так, ну вот, мы с вами справились с картинкой. И также давайте пропишем еще максимальную высоту max8. Такую же, как и у popup-контента. Вот, 327 пикселей. Так, 327 пикселей. Максимальная высота данного изображения. Поскольку у нас здесь еще есть padding 40 пикселей, давайте мы это отнимем и получим 287 пикселей. Максимальная высота данного изображения. Также мы можем прописать для popup-cover тоже не только ширину, но и высоту height 327 пикселей. Так, отлично. Ну вот, у нас теперь все готово. Теперь нам нужно сделать данный блок, куда мы будем вводить ваше имя и ваш e-mail. Так, переходим ниже. После diva с id popup-cover мы с вами создаем новый div с id popup-form. Там будет у нас храниться наша форма. Так, форма. И давайте поработаем с ней в CSS. Пишем popup-form. Давайте посмотрим размеры по высоте. Так, смотрим размеры по высоте. 81 пикселей. Теперь пишем height 81 пиксель. Ширина у нас точно такая же, как и у всего контейнера. Это у нас 726, по-моему. Так, сейчас мы не видим его. Давайте сделаем, покрасим его в какой-нибудь цвет. Background белый, к примеру. Так, вот данный появился сверху, данный блок. Нам нужно, чтобы он появился снизу под этими diva. Для этого нам нужно, как бы, очистить наши стили, так скажем. Для этого создадим класс с названием clear. И здесь напишем свойство clear и значение bold. И вызовем его после diva popup cover. Там, где мы с вами использовали свойства float left. И чтобы, как бы, даже не знаю, как объяснить, но смысл такой, что вот мы вызвали данный класс, поставили после этих двух diva, где использовали свойства float left. И чтобы оно потом не распространялось дальше, данное свойство, поскольку оно нам такое специфическое, мы с вами будем использовать diva с классом clear, который, как бы, очищает здесь вот, так скажем, очищает все. В общем, попробуйте это свойство, и вы поймете, я думаю, суть. Мы видим, что без этого свойства у нас был diva сверху, поскольку там этот float left как-то там что-то вытворял с нашим дизайном. А теперь у нас, как бы, под этими всеми diva находится он. Вот, так, теперь давайте покрасим градиентом данный popup form. Пишем, можем скопировать конструкцию градиента вот здесь и просто поменять цвет на тот, который нам нужен. Так, здесь у нас сверху, давайте посмотрим, сверху у нас такой цвет. Так, меняем вот здесь вот первоначальный цвет. Упс. И конечный цвет у нас вот такой вот. Меняем здесь конечный цвет. Так, смотрим. Так, обновляем и почему-то у нас ничего нет. А, это я в Clear Boat, не туда. Смотрим теперь. И вот теперь наш блок покрасился в данный цвет. Также давайте для него пропишем свойства Box Sizing. Вот это вот. Поскольку мы сейчас будем с вами использовать пэддинги, и чтобы наши размеры, как бы, не рушились, оставались такими же, мы будем использовать свойство Box Sizing. Так, и теперь в этом diva мы с вами сдаем форму. Форму, в которой будет у нас три инпута. Первый инпут у нас с типом текст, с именем имя, то есть, как бы, ваше имя и значение будет здесь ваше имя. Второй инпут тоже текстовый, только здесь будет ваш e-mail с именем e-mail. И последний инпут у нас с типом submit. Type submit. Имя, к примеру, send отправить и значение получить курс. Так, здесь пропишем метод и action. Так, смотрим. Вот у нас появились наши кнопочки. Так, теперь нам нужно прописать стили для наших кнопок. Давайте к этому приступим. Начнем с кнопки submit. Переходим в CSS и пишем, что мы работаем с diva.popupform. И с инпутом. И с инпутом с типом submit. Type равняется submit. Вот. И теперь прописываем для него стили. Давайте посмотрим. Так, сначала пропишем вот font-size 18 пикселей. Font-size 18 пикселей. Font-weight-gold. Вот, потом color белый. Так. Смотрим. Так, есть. Теперь прописываем свойства самой кнопки. То есть, ее размеры. Давайте посмотрим. Так, примерно сделаем. Приблизительные размеры данной кнопки. Так, 207 на 56. Так, width 207 пикселей. Хейт 56 пикселей. Так, вот данная кнопка. Теперь пишем тоже background gradient. Скопируем. Обычный цвет у нас пускай будет зеленый. Так. Вот такой. Этот же цвет у нас будет начальным градиента. Так, и конечный цвет градиента у нас будет вот такой вот. Давайте обновим. И нам осталось убрать border. Пишем border 0. И также сделать border radius. Мы с вами закругляли края на 5 пикселей. Вот. Вот наша кнопка готова. А теперь нужно выровнять ее по центру. Для этого, для самой, для самого диопопопфор мы прописываем padding top. Даже не только top, а еще слева и справа. Сделаем. Поэтому сверху у нас пускай будет 10. Слева пускай тоже будет 10. То есть, это справа снизу 0 и слева 10. По часовой стрелке, как вы помните. То есть, это верх, это право. Низ, лево. Так, давайте сверху сделаем больше. 15 пикселей. Это уже многовато. Поэтому ставим 12. Ну вот, в принципе, по центру. Так, отлично. Кнопка у нас есть. Теперь давайте для этой кнопки пропишем еще следство курсор. Пойнтер. Курсор. Так, курсор. Пойнтер. Вот у нас теперь рука появляется при наводке на эту кнопку. Также у нас еще там используется тень box shadow. Пишем box shadow. Так, сдвиг по оси x 0. Сдвиг по оси y тоже 0. И размытие сделаем 3 пикселя. И цвет у нас будет примерно такой темненький, какой-нибудь серенький. Вот такой пример. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Так, мы видим, вот тень у нас появилась. В принципе, нормальная тень. И теперь давайте сделаем при наводке на эту кнопку. Покрасим ее в желтый цвет. То есть, не саму кнопку, а сам текст. Так, type submit. И здесь пишем в сердокласс ховер. То есть, при наводе на эту кнопку будем использовать цвет. Так, здесь у меня ошибка. Какой-нибудь желтый. Давайте выберем здесь такой пример. Упс. Так, что-то я уже стал промахиваться. Так, вот. Смотрим. Вот, мы наводим на кнопку. У нас красится цвет текста в желтый цвет. Так, отлично. Теперь нам осталось поработать с этими инпутами. Пишем, что мы работаем. Можем скопировать. Ховер убрать. А тип у нас здесь текст. Тип текст. Color. Тоже у нас, в принципе, здесь черный. Потом. Извиняюсь. Так, размер шифта давайте посмотрим. 14 пикселей и font white bold. Пишем font white bold. Размер не будем прописывать, поскольку у нас для всего документа здесь прописано 14 пикселей. У нас здесь и будет 14 пикселей в этом инпуте. Так, мы видим, у нас font white bold принялся. Теперь сделаем пейдинги внутри этих инпутов. Вот так вот. Сделаем также border radius. 3 пикселя. Упс. Плохое слово получилось. Так, уберем border. Пишем border 0. Так, отлично. И теперь нужно увеличить размеры. Давайте пропишем width. Будет у нас так. Что это я написал? 200 пикселей, к примеру. Так, отлично. И мерджим друг от друга. То есть, сделаем мерджим слева и справа по 10 пикселей. Давайте посмотрим. Так, ну вот, отлично. Мне кажется, в принципе, получилось неплохо. Можем даже увеличить размеры данных инпутов. 220. Но уже многовато. Мы видим, у нас перескочила наша кнопка. Вот, 210 пикселей в самый раз. Вот наши инпуты есть. Кнопка есть. А нам осталось сделать блок снизу. Вот этот. Давайте приступим к этому последнему нашему штриху. Пишем новый div. Придадим ему ID с названием, например, log. Здесь пишем данный текст. Так, копируем текст. Вставляем его вот сюда. Давайте посмотрим. Вот данный текст есть. Теперь давайте пропишем здесь для него стили. Так, переходим сюда. Пишем log. Давайте пропишем свойства box-sizing. Поскольку мы сейчас будем использовать паддинги, и чтобы у нас ничего не раздвинулось. Так, паддинг тоже скопируем. Только здесь поменяем. Сделаем давайте со всех сторон примерно 5 пикселей. Давайте посмотрим. Так, давайте сделаем, например, не 5, а... Ну, пускай будет 5 пока что. Так, и для этого divas.id.log мы с вами будем использовать фоновое изображение, background.url, папка images, и файл с названием log.png. Так, log.png. Выровняем его по центру, по вертикали и по горизонтали, к левому краю прижим. И no repeat напишем. Так, теперь нам нужно это изображение сохранить в нашу папку images. Так, вот данное изображение. Давайте мы его скопируем. Откроем в новом файле. И сохраним. Save for web. Так. Так, называем log. Давайте посмотрим. Вот данный значок у нас появился. Теперь нам нужно сделать padding left. Больше, чтобы как бы текст не налегал на фоновый значок. Так. Для этого мы с вами сверху оставляем 5 пикселей, справа 0, снизу 0 и слева 30 пикселей. Так, отлично. И давайте сделаем размеры всего этого блока log чуть меньше. То есть не 100%, а напишем, к примеру, ширина данного блока 95%. И выровняем по центру. Так, margin 0, auto. Так, отлично. Теперь, в принципе, можем сделать сверху меньше отступ. Не 5, а 4. Так, отлично. И давайте посмотрим на размер шрифта и цвет шрифта. Так, размер шрифта у нас здесь 14 пикселей, болт и цвет такой. Давайте тоже это используем. Color у нас такой. И font weight. Болт. Так, сохраним. Посмотрим. Вот. Отлично. Ну что ж, мне кажется, у нас все получилось довольно-таки неплохо. Сделаем здесь 3 пикселя сверху. Вот так вот. Отлично. Нам еще осталось сделать кнопочку закрыть. Для этого создаем еще один div. К примеру, вот здесь. Divs id close. Закрыть. И работаем с ним все сети. Так. Close. У нас будет фоновое изображение. Close.png. Давайте мы его сразу скопируем. То есть вырежем отсюда. Так, вот наше изображение. File new. Так, вставляем сюда. Сохраняем. Называем close. Давайте посмотрим размеры. 34 на 35. Пишем эти размеры. Width. Width 34 пикселя. Высота у нас 35 пикселей. Position пропишем абсолютное. Поскольку, как бы, будет поверх всего нашего данного, как бы, попапа. Как бы, мы видим поверх всего. Так, давайте посмотрим, что у нас получается. Вот наша картинка. Теперь нам нужно ее выровнять вот сюда. Давайте поработаем с свойствами top. Посмотрим, что у нас получится. Вот теперь у нас здесь. И свойства right. Тоже поставим пока что 0. Так. Теперь картинка здесь. Теперь нужно чуть поднять выше и сделать чуть правее. Для этого пишем здесь top минус 10. Поднимаем наверх. Минус 20. Так. И right минус 20. Тоже, к примеру. Минус 20 пикселей. Так. Ну вот, в принципе, мне кажется, размеры в самый раз. Вот здесь у нас находится кнопочка закрыть. И давайте ей придадим свойства еще курсор. Так. Курсор pointer. Чтобы, как бы, был такой эффект, что на нее можно нажать. Так. Отлично. Ну что ж. С версткой мы с вами закончили. На следующем проекте мы с вами начнем программировать. Сделаем так, чтобы при заходе на сайт данное окошко появлялось. Все остальное затемнялось. И при нажатии на эту кнопочку у нас данный блок закрывался. Как вот здесь. Давайте я ее еще раз покажу. Ударю куку. Так. Куку. Delete. Мы видим, что у нас все затемняется, весь контент. И только видим только этот блок, данный попап. И здесь мы можем ввести, как бы, свое имя, e-mail, нажать «Получить курс» или закрыть данный блок. Вот. Или закрыть. Закрываем, и теперь он нам больше не мешает. Ну что ж. На этом все. Увидимся с вами в следующем уроке. Продолжение следует.